После двухлетнего перерыва в центр Москвы, на Зербеневскую набережную, вернулось мероприятие под названием «Кастом-конвенция». Любители мотоциклов, кастом-культура, любители оллтаймеров опять получили возможность собраться вместе, себя показать и людей посмотреть. Я приехал показать мотоцикл свой, другие посмотреть, автомобили посмотреть. В принципе, давно на подобных мероприятиях не был. Собственно, приятно, что все это потихоньку возвращается. Чуденько, солнечно. И солнечно даже не только погодно, а и сама атмосфера солнечная. Обычно автомобили, мотоциклы, велосипеды или модели – это, в принципе, разные направления. И очень интересно, что эти направления как-то объединились, дружат. Технику действительно собрали на удивление разнообразную. От огромных капотных американских грузовиков до велосипедов. Уже традиционно для кастом-конвенции было очень много американской автомобильной классики, включая хорошо известные машины студии «Биг Бойс Биг Тойз» и «М Кастомс». При этом противоположная сторона площадки, опять же традиционно, отдана классике российской и советской. Тут и полноценные лоурайдеры в заокеанском стиле, и хот-роды, и пикап на базе газовской кабины. А в самом центре площадки – зона, отведённая мотоциклом. Любой хороший проект – это в первую очередь колоссальные трудозатраты. Вот, скажем, Харли Дэвидсон, переделанный в стиле Чекана. Тут и очень сложная краска со множеством слоёв, и гравировка, которая покрывает практически все металлические детали, включая элементы вилки. Этот проект много лет строили в Твери и недавно, наконец, завершили. География участников «Кастом-конвенции» достаточно широкая, а у многих мотоциклов и автомобилей долгая и интересная история. Что касаемо участников, то у всех разные задачи. Одна, допустим, какая-нибудь мастерская уже продвинутая, она просто хочет набрать клиентов. Допустим, другой участник – это, может быть, владелец, который очень долго вкладывал свои силы или денежные средства в проект, который он в итоге получил, и он хочет получить чувство некого собственного удовлетворения. То есть люди часто готовят проект именно под фестиваль. То есть это их дедлайн, и они к нему стремятся, и это толкает их вперёд. Суть «Кастом-конвенции» – это и обмен опытом, и отличный повод увидеться с единомышленниками, в том числе и из других городов. Но самое главное – возможность почувствовать, что эта культура жива и продолжает развиваться. Поэтому очень хочется верить, что двухлетний перерыв останется лишь вехой в истории фестиваля. А в следующем году, в том же месте и тот же час, мероприятие состоится снова.